Здравствуйте! На ваших экранах информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Василий Иванович Колдин, директор Рязанского художественного училища имени Вагнера. Здравствуйте, Василий Иванович! Здравствуйте! Сегодня мы встретились с Вами для того, чтобы поговорить о проекте, который посвящен юбилею композитора Сергея Прокофьева. Насколько я знаю, Ваше училище принимает самое активное участие в реализации этого проекта. Но вообще, для начала расскажите, в чем заключается Ваше сотрудничество с Рязанской филармонией, и как часто Вы вместе работаете по каким-то проектам, мероприятиям? Ну вот, что нужно для художника? Нужно, чтобы как можно больше людей посмотрели его картины, его выставку. Вот как раз филармония – это такая площадка, может быть, самая первая в городе Рязани, где уж точно посмотрят очень много людей картины, выставки. Поэтому мы там. Ну, еще плюс к тому же, администрация сделала все, чтобы легко было монтировать, демонтировать выставки. И поэтому у нас там чередой идут всякие проекты, посвященные изобразительному искусству. Мы выставляли себе персональные, и персональные выставки были, и групповые, и студенческие, и всякие. В общем, вот так. Ну, сотрудничество все-таки предполагает участие обеих сторон, да? Не только филармония выступает в качестве выставочной площадки, но и Вы. Да. Ну, они молодцы, у них такие всякие идеи. Уже много, уже не первый год. Это вот, знаете, такая идея, когда художник на глаза сухого зрителя делает свое произведение. Своё, ну, как бы впечатление музыки делает свое какое-то маленькое, пусть маленькое произведение. Мы уже это испытали, пробовали, и был успех, и был интерес со стороны зрителей, в первую очередь. А вот сейчас, вот то, что посвященное Прокофьеву, тут будет такая некая другая фишка. Помимо того, что будут рисовать студенты художественного училища, будет коллективно создаваться большое полотно. По-моему, два метра на три. И, ну, вот есть такой опыт уже у меня. Я это делал со студентами. Насколько я знаю, в рамках, опять же, этого проекта у Вас прошла лекция, да, в Вашем училище? Галина Николаевна, да, вчера была потрясающая лекция о композиторе, о музыке. Ну, мы, они нас приглашают, и мы часто бываем на концертах хорошей симфонической музыки. У нас ей по абонемент работает. Так что, конечно, с точки зрения воспитания, воспитания вкуса, информации о музыкальных произведениях, о вообще музыке, о современной, о классической, конечно, мы сотрудничаем довольно-таки серьезно и будем сотрудничать. Интересно, как Ваши студенты реагируют на подобные мероприятия? Студенты есть студенты. Сначала не загонишь, а потом не выгонишь. Вот на этих акциях, которые мы делали вместе с рисованием, было очень интересно, и они увлекались, ну, потому что там зрители, там зрители подходили, пытались что-то помочь, пытались принять участие. Все это живое общение. Музыка, музыкант, зритель, художник. Вообще это интересно. Ну, это мы, не совсем мы новаторы, хотя в рисовании, конечно, новаторы, но вообще в мире это происходит. Ну, уже такое художники делают такое шоу некоторые. Сначала они делали в своей студии, там, для зрителей музыка, зрителей, там, небольшая компания. А теперь это делается, вот в Ютьюбе, вы, наверное, видели, это делается на правах такого какого-то шоу. – Василий Иванович, а вот насколько вообще музыка может повлиять на восприятие художника и на ту работу, над которой он в данный момент трудится? – Ну, конечно, здесь вот, ну, мы знаем Скрябина, мы знаем Чирлиониса, которые, эти люди, которые пытались как бы иллюстрировать музыку своими картинами. Скрябин экспериментировал со светомузыкой. По сути, светомузыка, это его, начинается с него. Вот, но прямых таких аналогий как-то ни у кого не получилось, потому что слишком субъективно все-таки восприятие музыки и восприятие цвета. Но все равно опыт интересный. Дело не в том, что кто-то как-то вот иллюстрирует музыку, а дело в том, что какой он получает от музыки посыл психологический, эмоциональный, и как это у него трансформируется и выплескивается на холст. Вот это интересно. Но это не иллюстрация музыки. Потому что одну и ту же музыку люди по-разному воспринимают. То есть в соответствии с возрастом и в соответствии с уровнем подготовки и с психологическим своем состоянием на сию минуту. Но вот, конечно, музыка оказывает большое влияние. Некоторые художники выключают, вообще любят писать картины, делать в полной тишине. Но многие художники включают какую-то музыку фоном. Вот я знаю по себе, знаю, что очень сложно работать под новости. Как новости, как фон. И очень сложно работать под неправильную музыку, которую ты включил, поставил, не согласуясь со своим внутренним состоянием. Вот когда это совпадает, пошло. О, поехала. Ну вот о той эмоциональной нагрузке, которую несет музыка Прокофьева, мы разговаривали с Сергеем Осилковым, который тоже к нам приходил в гости. Мне бы хотелось услышать ваше мнение. Ведь на лекции, которая проходила у вас в вашем училище, насколько я понимаю, исполняли музыку Прокофьева. Вот ваше восприятие его музыки. Ну, оно такое достаточно стандартное. Это очень заряжено, это эмоционально, это с большим напором, это и в то же время лирично. Его музыка, конечно, может быть, кому-то она покажется сложной, но для такого, я бы сказал, поверхностного восприятия, все-таки она достаточно проста, потому что там много эмоций, много сильных моментов, большие контрасты. А для художника это, тем более в таком формате, быстро надо что-то сделать, это кладезь. Я надеюсь, что все получится. Насколько я понимаю, вы придерживаетесь такого достаточно разностороннего подхода к образованию учащихся у вас. Ну, если вы сотрудничаете с филармонией, вы ходите на их концерты. Насколько важно вот именно такое разностороннее развитие творческой личности, чтобы ваши студенты обращали внимание не только на те дисциплины, которые вас преподают, но и развивались в других областях? Ну, как я на этот вопрос отвечу по-другому. Конечно, да. Это важно, да. Конечно, да, конечно, все очень важно. Конечно, со студентами надо работать. Конечно, это довольно-таки национальная масса. Это, конечно, они приходят совершенно сыры, потому что маленькие приходят люди в художественные училища, ну, 14 лет, 15. И первые два курса, они как школьники. Но в то же время их надо насыщать всем, их надо приучать. Конечно, они ленивые, конечно, они сочкануть куда-то в сторону. Но когда это все, пусть насильно происходит, там, посещение концерта, там, какой-то лекции, то эффект мощный все-таки. Я бы не сказал, что студенты инертны. Нет. Они, как и мы, как и вы были, они обыкновенные в смысле и полениться, и поработать. Ну, но толчок нужен. Толчок нужен. Мне больше волнует не столько... Мне больше волнует вот инертность то, что студентам, то, что они приходят уже очень закомплексованы. Они приходят с определенным мнением, которое идет от педагогов, что хорошо, что плохо. Педагогика должна давать не правила, а педагогика должна давать способность студенту мыслить самому. И самому как-то решать, что хорошо, что плохо. И если это совпадает с мнением педагога, ну, значит, здорово. Если не совпадает, то, в общем, это тоже очень здорово. Значит, студент что-то мыслит сам. Научить профессионала не так сложно, но не так все-таки сложно. Там правильно рисовать голову, фигуру, картину. А вот научить мыслить, самостоятельно мыслить, фантазировать, вот в этом проблема. Ну, мы желаем вам успехов в вашей педагогической деятельности. Спасибо большое. Желаем вам вдохновения и талантливых студентов. Спасибо. Большое спасибо, что сегодня нашли время к нам прийти. Но на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова